Что я буду использовать? Буду использовать Тору разные переводы. Торы здесь у меня есть перевод Гиля, есть перевод Броновера, есть перевод Масадгара Кук. Это наиболее подробный, наиболее точный еврейский перевод. Также буду различными другими переводами пользоваться. Помните, мы должны знать, что есть оригинал, и это тоже не оригинал. Я не могу сказать, что вот это та самая Тора, которую Маше положил перед народом Израиля. Потому что если бы у меня была та самая Тора, это был бы свиток Торы. И свиток Торы без согласовок. Здесь с согласовками. Значит, это уже комментарии. Это уже комментарии, сделанные Масаретами. Тем более, если делается перевод на различные языки, и мы знаем, что арийские языки, они коренным образом отличаются от семитских языков, тем, что в арийских языках есть четкое определение, кто учил евреи, там мы помним, есть подлежащее, есть глагол, есть действие, и над чем действуем. А в иврите в основном не действие, а отношение вещей друг к другу, или отношение идей друг к другу. И видим мы даже само слово, товар. Это может быть и слово, и материальная вещь, правда? Русский язык ближе и украинский немножко, чем западный язык. А если переводить, например, на английский язык, то вообще очень многое теряется. И с каждым переводом одно теряется, другое добавляется. Поэтому перевод называется торгум, толкование. А переводчик метарген, то есть толкователь, да? Метарген, толкователь. И если всякий перевод толкования, то мы должны искать прежде всего и должны знать, что? Оригинал, да? А если у нас нет оригинала, что мы можем делать? Мы можем сравнивать различные переводы, правда? И в Библии, которая у нас есть, она называется каноническая Библия. Но каноническая она для кого каноническая? Для православных. Для православных, вы понимаете. Она выпущена, да? Вот в свое время синодом. Поэтому еще говорят синодальное издание. И она является каноническим для православных. Что такое канон? Канон это список, указатель. И происходит от слова тростник. На иврите Ганэ или реческое канон. И еще, знаете, пушка канон тоже, да? Потому что первые пушки, они делались из бамбука китайцами. То есть тоже из тростника. И вот этот тростник или мерная линейка, и это канон. То есть самое то, что мы сравниваем с чем. Но и канон не является настоящим каноном. Ну, это все равно, что сравнить деревянной линейкой можно, конечно, мерить, да? Но есть где-то канон метра лежит в палате меры весов. Где-то там возле Парижа мы знаем. И это точно тот метр. Вот это самый метр, это что у нас? Это Тора. Свиток Торы, да? Остальное все, что у нас? Комментарии. Больше или в меньшей степени. Так мы и должны к этому подходить. И когда мы говорили по вопросу, я изучаю Тору, да? Так же, как вот я изучаю еврит, всегда надо иметь уточнение. Что же такое Тора, да? Потому что Тора в еврейском понимании не всегда совпадает с тем, что могут сказать мессианские евреи, и с тем, что могут сказать христиане. То есть есть Тора, вы помните, письменная. И какая? Устная. Если ортодоциальный еврей говорит, что он изучает Тору, чаще всего какую он изучает? Устную Тору. И это мы должны знать. И Тора, значит, это у вас должно быть записано. Это что означает? Слово Тора или Тора. И так, и так ударение, в зависимости от того, какие группы евреев, эваря, ташкеназа или сефарды, происходит от глагола легород. Это у вас должно быть написано. Этот глагол означает указывать, поучать, наставлять, обучать. Отсюда море, наставник. Горим, учителя, тоже означает наставники. И означает слово Тора или Тора, наставление, указание, учение. Некоторые говорят, что Тора – это закон. Но это от этой комментарией. В Торе содержится не только закон. Если правильно говорить, если у вас будет в церкви какой-то выбор, что вы должны написать? Значит, слово Тора – наставление, указание, учение. И мы говорили, есть Тора – это пятикнижье Моисея. Оно еще называется слово Хамеш. Пять, как называется? Хумаш. Слово Хумаш переводится в русском языке как пятикнижье. Это в узком понимании. В широком понимании мы можем сказать о письменной Торе как Танах. Я вам уже давал эти определения. Ну, вы еще раз себе запишите. Это что? Тора, Невиим и Ктувим. Как это переводится? Да, Тора – пятикнижье, да? Да, Невиим – пророки. Да, Ик Тувим – писание. То есть, вы должны четко это предъявить. И есть Тора устная. И есть Тора устная. То есть, Тора устная – это что есть? Это есть объяснение Торы письменной. Потому что Тора письменная часто говорит, это тоже запишите, это очень важно, что Тора письменная часто говорит, что делать? Но не говорит, как делать. Например, что мы должны обрезать на восьмой день у ребенка? А где это написано «крайная плоть»? Ну, а что можно у человека обрезать? Язык можно обрезать, уши обрезать можно. Так. Значит, смотрите, Тора говорит, что делать, но не говорит, как делать. Значит, в Торе написано орган, который называется «орла». Но, оказывается, этот же орган «орла» есть и у растений. Помните, когда мы выращиваем дерево, первые три года что мы делаем? обрываем, обрываем бутончики, да, совершенно верно. Орган размножения растений тоже называется «орла». Я люблю шутить, вы знаете, что женщины некоторые очень любят любоваться отрезанными и поставленными в воду половыми органами растений. В иврите это одно и то же слово. Значит, что? Обрезать. Или, например, иврит не имеет огласовок. И если говорится, что нельзя есть внутренний жир, хелев, хелев, тук. Но хелев писается абсолютно так же, как слово халяв, молоко. И если бы не было устной Торы, мы бы не знали конкретно, что делать и как делать, правда? Есть много тому похожих предметов. Итак, устная Тора нужна нам? Нужна. Устная Тора нам обязательно нужна. Моисей одновременно давал и письменную Тору, и устную Тору. Как мы это видим? Моисей, да, записывал, но он одновременно и объяснял. Хорошо, а Ишуа давал свою устную Тору? Да. И причем часто в виде каких-то притч. Правда? А потом его ученики записывали. Ишуа не давал Евангелие, какие-то делал Евангелие. Нет, это его ученики писали. Да? А опирался еще на какую Тору? На Тору, которая записана в Моше. Да, на ту Тору, которая записана в Моше. И когда Ишуа говорил о пророках, говорил о Торе, о законе, в Евангелиях это переведено, и писаниях, что имеется в виду? Танах. Да, Танах. Или когда говорил Павел, что все Писание боговдохновенное и полезно. Это о Новом Завете? О Танахе. О Танахе, опять-таки. О Писании, да? Значит, какой? Письменная Тора, да? Я бы сказал вот так, что весь Танах, или вся письменная Тора, она полезна, боговдохновенная, и так далее. То есть, Новый Завет в то время еще не существовал. И если вы посмотрите Новый Завет, какая основная цель Нового Завета? Когда мы говорим не о Завете, а о книгах. Записывайте, да? Основная цель книг, которая называется Новый Завет, это что? Применение Торы в условиях Завета Ишуа. Ишуа какие-то новые законы, хоть один новый закон какой-то придумал? Да, Новая Заповедь. Ну, практически, это и есть расширение Старой Заповеди. И если мы посмотрим 1 Иоанна, тоже говорит, Заповедь Новый Дуе, но в действительности, это Старая Заповедь, которая была, да-да, вам что? От начала. Но она показывает, как применять в условиях Нового Завета. Поэтому, если мы говорим о Ветхом Завете и Новом Завете, мы обязательно не должны путать понятие Завета как союза договора. Правда? Вот, то можно говорить о Моисеевом Завете, который старый. Ну, Ветхи, это, понимаете, слово, оно не совсем корректное. Так говорится, в полемике, в споре. И не стоило бы все это применять. Но говорят, Олд Тестамент, Старый Завет. Правда? В обыденной жизни. Просто говорится, что тот Завет, который мы имеем, и что, да, он настолько хороший, что Старый кажется совершенно ненужным, Ветхим. А то некоторые люди говорят, что книги Ветхого Завета, что с ними надо делать? Выкинуть, да? И изучать только Новый Завет. Это абсолютно неправильная позиция. И, когда мы говорим о Завете, значит, можно говорить о Завете, можно говорить о книгах. То есть, книги, как говорят, Ветхого Завета, называется Танах, да? Книги Нового Завета, Брит Хадаша. И практически Брит Хадаша, это что? Есть применение, да, есть комментарии Торы и применение к Завету Ишуа. Да. И в узком смысле мы говорили Пятикнижие, Хумаш, да, состоит из пяти книг. Вообще-то, говорят, что Моисей написал семь книг. Мы об этом будем говорить потом. Еще была книга Иова. И какая книга? Какого пророка? Пророка Бильяма. Валаама. Да. Которая вошла в книгу чисел. Но принято еврейское название книг Берешит в начале. Это что у нас? Это Бытие. Шмот или Шемот. Имена. Это какая книга? Исход. Третья книга. Ва икра. Тут никакой икры нету. Означает Ва икра. Возвал. Кара. Звать, призвать, да. Называется Левит. И последняя книга. Как называется? Два рим. Два рим. Слова. Да. Или Мишны Тора. Мишны Тора. Повторение Торы. Торозаконие. А, Бэмидбар. Да. Четвертая книга называется Бэмидбар. Это числа. Да. У нас. И последняя книга. Это слова. Два рим. Или Мишны Тора. Итак, первая Бэрешит. Вторая Шмот. Третья Ва икра. Четвертая Бэмидбар. И пятая книга Два рим. И все это составляет пять книг Хумаш. Давайте кратко сделаем. Что, какое краткое содержание этих книг. О чем говорит первая книга Бэрешит? Прежде всего говорится о Творце и о Творении. И самая первая глава Бэрешит, она настолько емкая, что о ней много говорить можно. Можно целую устроить на месяц семинар. Только по одной первой главе. И рассказывается о самых главных. Как Бог создал, сотворил Вселенную из ничего. И что происходило? Некоторые люди говорят, что это было за семь дней, суток. Но если говорить по-еврейски, это происходило с семь каких-то определенных периодов. Причем шесть периодов Бог творил, а седьмой день что делал? Да. Он, как говорится, отдыхал. То есть пребывал что? Шаббат. Пребывал в Шаббате. И подобно этим семи дням творения, да, вся история человечества тоже делится на семь дней. Вот интересно, что есть различные источники археологические, которые можно там датировать сотнями, тысячами лет, сотнями тысяч лет до нашей эры и так далее. Но ни одного достоверного письменного источника, ни одного достоверного исторического источника старше шести тысяч лет не существует. И если взять каждый день за тысячу лет, да, то говорят, что первые две тысячи лет, это были две тысячи лет чего? Беззаконие. 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 Потому что родился Авраам в 1948 году. От сотворения мира, эту дату легко запомнить, потому что в 1948 году нашей эры образовалось государство Израиль. И Бог открылся Аврааму, когда ему сколько было лет уже, сказал? Лех-леха. Около шестидесяти лет, да, Аврааму было. Значит, как раз получается две тысячи лет чего? Беззаконие. Может быть, в это время и существовали различные человеческие законы, это естественно. Но законов Божьих в это время что? Не было, не существовало. И вот если взять деление наше, 11 первых глав книги Бытие, да, или первые две недельные главы книги Берешит, они всю историю человечества за две тысячи лет. Очень так быстро. Причем первая глава где-то 1400 лет до потопа, да, и вторая глава говорит о еще шестисах годах человеческой истории. То есть это не исторические какие-то сведения. Это книга об отношении Бога и человека, правда? За эти две тысячи лет практически ничего хорошего не происходило. Кроме потопа и то, что сделал Ной. И все это время, это было время прогресса человечества. Или что? Наоборот, регресса, падения человечества, да? Вот. И после того, как произошел потоп, и Ной образовал новое человечество, и этот процесс что? Опять продолжался, да? После Вавилонской башни человечество распалось на множество-множество ветвей. И так до сих пор не могут найти общий язык, правда? Видите, это книга о Боге, о человеке, о том, как согрешил человек, о Ган-Эден, о Адаме и Хаве, а также в дальнейшем после 12 главы или после двух первых недельных глав рассказывается всего лишь об истории одной семьи, да? Там больше 50 глав. И в основном эти главы рассказывают о какой семье? О семье Авраама, да? И мы видим, что к концу, когда они переселились в Египет, вся эта семья насчитывала сколько человек? Всего лишь на 80 человек, около 70, да? Ну, может быть, женщин, если взять, было больше. То есть это была очень ничтожная часть человечества. И Библия очень мало говорит о человечестве вообще, но очень много говорит об этих людях. Правда? Еще эта книга называется «Книга праведников». Сефер-Ешарим. Яшар означает прямой. Помните? Говорят, прямой наследник Ешурун. Израиль так называет Бог. Ешурун. То есть Сефер-Ешарим. Книга праведников. И каких мы праведников знаем, которые, говорится, эта книга? Авраам, Исхак, Яков, которые наши являются праотцы. И еще один праведник, которому много внимания уделено в этих книгах. Кто это? Иосиф. Иосиф, да? И вот, кажется, с одной стороны, это просто рассказ о семье людей, об их жизненных проблемах. Но, с другой стороны, там уже начинается разговор о законах Божьих, о принципах Божьих для человечества. Правда? И вторая книга, Шмот, происходит перерыв между первой и второй книгой во сколько лет? 400 лет, да? Как будто бы 400 лет ничего не происходило. Опять мы видим то же самое падение. Пришли евреи для хорошей жизни. А жизнь их становилась какая? Все хуже и хуже и хуже. И только через 400 лет Бог вспомнил. Он что, забыл о них? Бог увидел. Бог услышал их вопль. Как вы думаете, он забыл о них это время? Да? Есть такое понятие сокрытие лика Божьего. 400 лет Бог скрывал свое лицо от евреев. Почему? Потому что он не любил. Нам кажется, странные вещи Бог делает. Действительно. Одни люди процветают, хотя они не праведники, да? Другие люди праведники почему-то гибнут. Почему-то младенцы гибнут. Потому что почему-то произошел холокост. Но у Бога совершенно свои причины. Отличные от нас. Иногда он открывает нам эти причины. Иногда он не открывает эти причины. Помните, Иову были понятны причины, почему Бог его наказывает? Нет. Не были понятны эти причины. Только потом уже Бог объяснил. И то он не объяснил Иову. Ну, я не знаю, как он Моисею, может быть, сказал. Когда Моисея записывал эту историю, там, как приходили ангелы. Но в самой книге мы не видим, что приходили ангелы, да? И разговаривал с сатаном, Бог. Он сказал это Иову? Нет. Он просто показал ему свое величие, да? Иов поднялся на новую ступень веры. Вот так же и происходило с евреями. Они должны были веровать, да? Они должны были веровать в приход Мошеха, который освободит их. И кто оказался этим Мошехом? Моисей. Моше. Да? И здесь основная мысль главы – это выход из египетского расста, освобождение и последующее получение Торы на горе Синай. Ну, так же здесь рассказывается о сооружении Мишкана. Уже даются много различных необходимых нам заповедей. Естественно, основная цель, видите, это то, что мы делаем на Песах. Да? Практически это событие небольшого периода времени. От Песаха до Шавуот. Да? А последующее – больше строительство Скинии. От Песаха до Шавуот. Сколько у нас времени прошло? 40. Да, 49 дней, 50-й день. И сколько раз ходил Моисей до того, как евреи стали с Крой Скинии? Одни говорят, что два раза на горы, да? Другие комментаторы говорят, что три раза. Может быть, мы будем в процессе исследования говорить об этом. А затем рассказывается, как строились Скинии и о законах, касающихся строительства и служения в Скинии. И Скинию они начали строить после Йом-Кипура, да? После Йом-Кипура традиционно это был тот день, когда наконец-то решилась судьба евреев. И Моисей пришел, уже принес окончательно отредактированный Богом, да? Десять заповедей. Окончательно отредактированный Богом. Следующая книга «Ва и Кра», или мы называем «Левит». Это, можно сказать так, это инструкция, да, служебная такая, для служебного пользования. Для кого? Для левитов и когенов. И там содержатся в основном законы для левитов и когенов. Но только ли для левитов и когенов? Нет. Потому что там содержатся законы, касающиеся всех евреев. И многие из этих законов, которые принадлежали сначала для левитов и когенов, в настоящее время, и мы используем сейчас, например, субботные свечи, омовение, да? Нужно ли бы зажигать, мы иногда говорим, благословен ты Господь и Бог, да, царь Вселенной, заповедующий нам зажигать субботние свечи. Но есть такая заповедь евреям зажигать субботние свечи? Нет. А когенам есть заповедь? Да, есть зажигать. Минару, да, Бегалатха, даже есть специальная глава, посвященная этому, когда будет зажигать минару. И видим мы, что эти заповеди касаются левитов и когена. Или об омовении рук. Вроде бы нет, да? А почему же моют руку в субботу евреи? Почему благословляют вино? Почему халы на столе? Храма нету? Видите? Потому что после того, как евреи лишились храма, в первом своем галуте, вавилонское пленение, как говорят, да, евреи ушли в вавилонское пленение, но Бог остался в Эрес-Исраэль или ушел вместе с евреями? Бог ушел вместе с евреями, правда? И еще что у евреев уже было? Тора. И они поняли, что у нас сейчас нету священников, которые могли выполнять этой функции. Но мы все, кто есть. Царственное священство. Поэтому некоторые вопросы, касающиеся когенов и левитов, они касаются нас с вами? Да, если мы тоже считаем себя царственным священством. Но, опять-таки, мы должны применять их так, как применять в Новом Завете. Хорошо. Бемидбара. Бемидбара. Это, кажется, книга какого-то такого описательного характера. Рассказывается, как евреи ходили по пустыне, как встречался им Амалек. Как там они воевали. Потом они воевали уже перед ходом в эрис Исраэль. Рассказывается о разных вещах. Но об Ильяме, частично с Иволами. Помните, который Балак, царь Маава, нанял для того, чтобы проклянуть Израиль. Но, кроме того, эта книга еще содержит очень много интересных законов и заповедей. Одни из них более актуальны, другие менее актуальны. Но вы знаете, что ни одна черта не является приходящей. То есть, если какой-то закон сейчас не действует, но мы все равно можем применить его в какой-то мере для нас. Будем говорить в процессе прохождения глав об этих законах. И последняя книга – это «Два Рим». «Два Рим» или «Мишне Тора» – «Повторение Торы». Несмотря на то, что это «Повторение Торы», в ней есть 70 новых заповедей, которых нету в других книгах. 70 новых заповедей, которых нету в других книгах. Опять-таки, здесь описание Завета, Завета Моисея. И некоторые говорят, что здесь описание Завета Моисея чем-то очень похоже с тем Заветом, который осуществляли племена, жившие вокруг Израиля, в частности, Хеты. Но, кроме того, здесь идет обзор. Обзор, повторение для нового поколения, то, что было с поколением предыдущим. Мы – цепь поколений. И интересно, что в некоторых местах Моисей говорит, «Да я вам говорил то-то, 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 а вы этого не сделали». Но в то время, когда говорил Моисей, это уже последние два месяца были его жизни, был кто-то еще из людей, почти все уже умерли. Аарон даже умер, да? Только Иисус Навин и Калев остался. А он говорит все равно, «А я вам говорил это, а вы не сделали». Что это означает? То, что, да, не то, что мы в юридическом смысле потомки ответственные за отцов, но то, что мы все составляем единую цепь поколений. И евреи, жившие тогда, и евреи, живущие сейчас. И евреи, которые будут жить после нас, если конец света быстро не наступит. То есть мы все связаны друг с другом, и мы все ответственны друг за друга. И эти речи очень для нас также являются важными. И как были записаны эти пять книг? Гемара, то есть часть Талмуда, это Гетин 60а, приводит два мнения. Первое мнение. Обучив Маше недельному отрывку Торы, всемогущий тотчас диктовал его, и Маше записывал каждый раздел. Перед смертью он сшил отдельные пергаменты, и получился цельный свиток Торы. Жалко, что у нас здесь нету с собой Торы, может быть, как-то принесете? Есть у вас? Показать. Если посмотрим свиток Торы, похоже чем-то на фото... Фото пленку, да? Две бобины, одна справа, другая слева, да? И мы разворачиваем. И каждый кусочек сшит из пергамента. Прямо видно нитки, как сшиты эти куски. То есть некоторые говорят, что отдельно записывал с каждой лава, а потом Моисей что сделал? Сшил это все. И в течение долгих лет скитаний в пустыне Моисей обучал евреев устно и записывал лишь в конце 40-го года со слов Всевышнего. Это второе мнение. Как это происходило, трудно сказать. Теперь скажите, что для нас важнее? Как говорят, Ветхий Завет или Новый Завет? Нужно нам иметь и то, и другое, да? И очень важно нам понимать, что это не два разных этапа и не две различные части. Это одно и то же. Одно цельное, гармонично связанное. Поэтому очень важный для нас принцип, когда мы что-либо встречаем в Танахе или, как говорят, в Ветхом Завете, мы что должны? Искать в Новом Завете. Если мы встречаем что-то в Новом Завете, что мы делаем? Сравниваем с Танахом. Совершенно верно. Значит, еще раз говорю, Ветхий Завет не употребляйте термин в отношении книг, да? Мы с вами евреи, и мы говорим как? Танах. Мы говорим Танах. То есть, видите, Евреям 8.13, это чисто полемическое, когда, говоря, Новый показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Говорится ли это о книгах Библии? Абсолютно. Здесь говорится о важности Завета. То есть, Новый Завет намного важнее. Но книги остаются там одинаково важны. И Новый Завет, и Старый Завет. Правда? Что мы имеем? Видите, суть послания еврею. Тут коренное слово «лучше». Лучший Завет, договор. Лучший ходатай. Лучшая жертва. И это настолько прекрасно, что то, что было раньше, кажется совершенно ненужным. Она настолько прекрасна. Но здесь говорится о договоре, а не о книгах. Поэтому запишите и отметьте. Еще что важно. Скажите, Бог меняется? Некоторые говорят, был жестокий Бог для евреев и добрый Бог христиан. Бог не меняется. Он не изменяется и не изменяет своего слова. Он не изменяет своего слова. Правда? Если что Бог сказал, то что происходит? А как же получается, что Бог раскаялся? Вот сначала создал человека, а потом раскаялся. Да? Видите? Бог не меняет, но меняется человек, да? Мы будем говорить об этом слове, которое там употребляется. Или, например, Бог сказал, что будет разрушена столица Неневия. Она была разрушена? Нет. Кстати, в оригинале слово действительно перевернуто. Но она была перевернута в духовном смысле. Потому что там переворот случился и довольно серьезный. Правда? Хотя один пророк, который там ходил целую неделю, да, и пророчествовал, сел, сделал там у себя шалашик и долго ждал. Ну, наконец-то, ну, наконец-то, сегодня, так завтра, точно. 40 дней прошло. И ничего, да? И ничего. Так он расстроился, бедный. Хорошо. Итак, Бог не меняется и не меняет своего слова. Если написано что-то, что это навек, то же что? Навеки есть. А то некоторые говорят, ну, это в Ветхом Завете, а в Новом все совсем по-другому. Есть такое мнение, что Ветхий Завет основан на строгом соблюдении закона, а Новый Завет это милость Божья. Поэтому, соблюдая Ветхий Завет, то есть традиции и заповеди, мы ставим себя под проклятие закона, а не соблюдая их живем по благодати. Это абсолютно еретическая мысль. Это абсолютно еретическая мысль, которой был такой теолог Дарби. И до сих пор его учение у пятидесятников пришло к харизматам, отсюда пришло учение о такой благодати, которой же все миллионеры становятся, да? Он говорит, только благодать, и все. Нам не надо никакой закон. Мы не под законом, мы под благодатью. В какой-то мере об этом и Мартын Лютый учил, но этот вообще дошел до такого состояния, что человек может все, что хочешь делать, если ты спасен, если ты с Иешу, если ты покаялся, может быть, все, что хочешь сделать, но ты уже спасен, и ты под благодатью. Скажите, это ересь? Это ересь, это страшная ересь. А многие люди так вот поступают. И потом оказываются не в царстве Божьем, а где? В аду. Вот в чем проблема. Значит, в действительности, некоторые еще говорят, Ветхий Завет это буква, а Новый это дух. В действительности благодать в чем проявляется? Каждое следующее поколение, оно хуже предыдущего. И со времени Моисея до времени Иешуа хуже стало. Больше нужно было благодати людям. Пришел Иешуа Мессия и дал эту благодать. Благодать что? Исполнять заповеди. Да? Вот. Он спас в юридическом смысле. Мы говорили об этом. Уже. Но есть еще, когда говорится о спасении, не только как оправдании, но о спасении, которое мы должны совершать. И совершать это спасение со страхом и трепетом. Это кто нам должен совершать спасение со страхом и трепетом? А то я тут как-то в субботу однажды спрашиваю у людей, у нас сегодня богослужение, кто кому служит? Бог нам служит или мы Богу служим? Да? Я вам потом обещал объяснить принцип синергии или синергизма, да? Потому что у меня не было времени тогда об этом сказать. Я вам сейчас скажу. Ну, а кто кому служит? Ну, а кто кому служит? Потому что мы тело, да? Мы тело, он голова. И мы с Ишуа вместе и в единстве. Это синергия, понимаете? Есть, бывают случаи, когда происходит паралич. Допустим, спиной мозг разорван после травмы, и человек парализован. И все. Голова посылает импульсы, а ноги не ходят. Бывают такие случаи? Правда? Вот поэтому синергия, если Бог дает нам что-то, да, и мы идем Богу навстречу. Помните, есть перкей, а вот очень хорошее место, которое так сказано, выполни его волю как свою, и тогда он выполнит твою волю, что? Как свою. Вот это и есть явление синергизма, то есть совместного действия, син, совместное действие. Поэтому богослужение, это есть совместное действие. И это не только пение, это не только наше поклонение, да, это не только проповедь, но в широком смысле это вся наша жизнь, правда? Вся наша жизнь, это есть служение Богу. Хорошо, Библия, это не является целью, самоцелью. Библия или Тора, или Танах, это средство, это средство познания Бога. Наша конечная цель, это не знание книги, а познание ее автора. Вы знаете, есть люди, которые времен будете показывать, когда заканчивается. Есть люди, которые в совершенстве знают абсолютно всю Тору и в совершенстве знают всю Библию. И где они оказываются? В аду. Вся обычная человеческая теология, она основывается на анализе, причем, как всякие логии, мы говорили, да, это греческого происхождения, ничего общего не имеющее с еврейством. Это логическое, логическое размышление о Боге, да. Как правильнее, если мы евреи говорим? Бога познания, таат эллахим. Если в пророков оси, здесь неправильный у нас перевод, что будет уничтожен мой народ, за что? За нестаток ведения, да, в русском языке ведение, это означает знание, да, но в оригинале это за, что? Недостаток Бога познания, да, ад, да, ад, йо, де, да, это такое познание, которое становится нашей сущностью, которое внутри нас, именно такое, которое, можно сказать, что не будут говорить познайте Бога, потому что оно где находится? Нас, да, вот, Бога познания еще, когда говорится, познал Авраам, что? Жену, свою, да, и так далее, то есть говорится об интимных отношениях, вот о каком познании Бога, поэтому сам по себе Тора, Танах и все эти анализы, которые мы проводим, они ничего абсолютно для нас не значат, и абсолютно они бесполезны, если мы не будем применять их жизни, если мы не будем жить по этим законам, да, там же в Перке, а вот по учению отцов, есть ученики, которые называются болванами, я об этом говорил, но я скажу здесь для зрителей, кто такой болван? Бааль, Бина, то есть хозяин, да, хозяин Бина, познание, познание какого? Умственного, рационалистического познания, и вот такой ученик все знает, прекрасно ответит на все вопросы, которые зададут в тесте, лучше вас будет разбираться, да, вот, кто самый лучший знаток Библии? Сатан, да, но куда он пойдет? Вот, а есть балда, вал, да, да, это пашки-наски или балдат, то есть познание, это выше, чем знание, и он хозяин чего? Познание Бога, да, вот именно когда мы читаем Библию, Бог открывается нам, но если мы ничего не делаем, то это все абсолютно бесполезно, и будем мы кто с вами? Болваны, поэтому мое пожелание, чтобы вы были все кто? Балды, да, будьте вы все балдами, а не болванами, на этом первый урок закончен, да, спасибо,